Продолжение следует... В настоящее время Минэкономики, Минфин и Правительство Республики уже начали работу над бюджетом РИЛ 2015 года. Несмотря на то, что бюджет еще предварительный, наверняка основные его показатели уже известны и о них можно сказать. Я думаю, что самое главное, что волнует жителей Республики, это сохранится ли социальная направленность бюджета. Безусловно, сохранит. И задача, чтобы полностью были предусмотрены в бюджете заработные платы, все расходы на злоохранение, образование. Приоритетными остаются, конечно, заработные платы и тепло. Все объекты жизнеобеспечения должны функционировать. Люди должны чувствовать заботу власти. А что такое забота власти в зимний период? Это прохождение топительных сезонов, это убранные дороги, это выплаченные зарплаты, газ, свет, тепло в квартирах. Вот это все мы должны обеспечить. Безусловно, это приоритетные статьи расхода бюджета. Инвестиционная программа. Ну, наверное, есть какая-то интрига, да? А что же будет строить правительство Республики? Потому что я уже слышу, там, вот столько ленточек Маркелов разрезал, что, в общем-то, денег на что не хватит. А посмотреть, на что разрезались ленточки. Это частный инвестиционный проект, который реализуется с поддержкой правительства, например, Зава Акашевская. И на следующий год мы планируем продолжить, и в ближайшее время ленточки будем разрезать. Например, на открытие первого в России инкубатора первой категории, масштабного, да, который будет производить ицо первой категории, и тем самым, как мы говорим, мы реализуем программу импортозамещения. Не завозить будем из-за рубежа, а производить сами в республике. ФАПа – это не такие уж огромные средства. Строительство ФАПа в среднем обходится 10,5 миллионов рублей. Ну, в зависимости от удаленности, там, так сказать, сетей, там, и так далее. Ну, 10, ну, 11 миллионов рублей. Реализация спортивных объектов, строительство спортивных объектов тоже является приоритетной. Потому что, а чем в районе заниматься молодежи? Как не заниматься спортом, вести здоровый образ жизни? Да не только молодежи, в общем-то, людям всех возрастов. Дороги, безусловно, это приоритет. И в 2015 году не только мы увеличим дорожный фонд республиканский, но и за счет инвестиционной программы постараемся выделить средства на знаковые объекты, да, не только республиканские дороги, но еще и муниципальные. Безусловно, каждый район получит какую-то сумму из средств инвестиционной программы для того, чтобы даже не подлатать, а построить, наверное, новые дороги и восстановить старые в районных центрах. Это будет обязательно. Здравоохранение. Необходимо сдать детскую больницу. Возможно, мы сдадим ее в 2014 году, да, но рассчитываться будем в 2015 году. Необходимо строить школу. Все объекты, которые были в этом году начаты строительством, например, Юринская больница, школа в городе Волжске, они будут достроены. Я думаю, что инвестиционные проекты будут такие этапные. Допустим, построили 2000 квадратных метров, это первая очередь. На следующий год, 2016, допустим, вторая очередь, еще 2000 квадратных метров. В зависимости от объемов строительства, потому что если взять, собрать все средства, инвестиционные программы, построить в одном районе, а все остальные будут смотреть, наблюдать, это тоже неправильно. То есть, говоря о предварительных итогах бюджетного планирования, можно сказать, бюджет будет стабильным. Бюджет оставит все свои основные, скажем, направления. Это социальные направленности будет бюджет. В бюджете будут предусмотрены средства на все те самые злободневные вопросы, о которых мы говорим, и больницы, и школы, и детские сады, и дороги. Это приоритет. Экономическая стабильность невозможна без стабильности политической, ни в коем мере. Поэтому итоги выборов 14 сентября еще долго будут предметом обсуждения и поводом для различных выводов. На днях вновь избранные и переизбранные депутаты госсобрания получили свое удостоверение. И уже известно, что госсобрание возглавит Юрий Александрович Минаков, а вот как распределятся места в комитетах госсобрания? Представителям каких партий они переданы? Уже можно об этом говорить? Депутаты будут решать. Конечно, партия Единая Россия определила на своей конференции, кого же будут поддерживать на комитеты. Я думаю, что задача сформировать комитеты и комиссии на госсобрания из профессионалов, патриотичных людей, которые готовы работать. Каждая фракция будет предоставлена по закону право одного из своих депутатов на постоянной основе оставить работу в госсобрании. Пусть они и покажут эти люди, которые обещали дороги, кисельные реки, молочные берега. Пусть они покажут. Пусть коммунист на освобожденной основе добьется каких-то фантастических инвестиций, о которых они рассказывали во время встречи с избирателем. Пусть представитель ДПР получит место на освобожденной основе и решает вопрос своих избирателей. Только мы должны понимать, что задача депутата – это не слоны раздавать и не деньги делить, а задача депутата – законы принимать. То есть большинство комитетов перейдет под контроль Единой России. А давайте по-другому поговорим. А есть ли у других партий люди, которые способны возглавить эти комитеты и, так сказать, руководить ими? Ну, два мандата ДПР и Кожанов вполне возможны. Второй молодой человек, он рабочий, простой, у него даже высшего образования нет. Что касается уже запредельного возраста коммунистов, которые прошли, так даже опасно их назначать куда-то, по моему мнению. Они очень, так сказать, довольно возрастные. И потом никто из них не занимался небюджетным процессом, никто не занимался из них промышленностью, никто не занимался социальной политикой. Это что, загубить дело на корню, а потом нести ответственность партии, которая победила на выборах, нести ответственность за комитеты, за решения, которые принимают комитеты. Уж если победили, так и берите на себя ответственность, взвалите всю эту, скажем, работу себе на плечи и давайте профессионально выполняйте. Это мое мнение. Но решать будут, еще раз говорю, депутаты. В районах республики в сентябре сформирован и новый состав местных органов власти. В прошлом интервью предварительно вы говорили о том, что возможно, что руководство муниципальных образований изменится. Сейчас можно ли сказать об этом более конкретно и каких именно районов это коснется? Вы знаете, возраст и многие главы должны по возрасту уйти. Возраст ограничивает возможность работать, допустим, сити-менеджером. Естественно, Олег Павлович Войнов уйдет на другую работу, то и Далий Габдулович, Шаги Ахмедов уйдет на другую работу. Возможно, другие главы бывшие уйдут на другую работу. Но я хотел бы их сохранить, потому что у них большой опыт и авторитет у этих людей есть, и они научились работать. Работа главы муниципального образования – это огромная ответственность. И более того, это хорошо, что многие оппозиционеры не победили в каком-либо из районов и не могут стать главой администрации. Почему? Да потому что сегодня это совсем не то, о чем они мечтали. Никто ничего делить не будет. Нечего делить в районах. В районах на 80% дотационно. И бюджет их расписан строго. Страна изменилась, и работа главы изменилась. Это теперь не человек, который распределяет благо, а в какой-то степени это, скажем, человек, который на плечи завалил огромную ответственность за свой район, который, к тому же, еще и дотационный. И этого человека будут смотреть через призму. И каждое его действие будут наблюдать не только граждане, но и, соответственно, с одной структурой. Надо порадоваться, еще раз говорю, что многим кандидатам, что обещая на выборах прийти к власти и, значит, пораспределять в пользу одних, забрав у других, они не получили этой власти. Это не та власть, которая была там, знаете, как 20 лет назад, когда творили беззаконие. Сегодня все находится под очень сильным контролем соответствующих структур, контролирующих. Есть такая песня, или там, не знаю, ситворение, ирландское, я немножко в вольном переводе. Вот там несколько строк прочитаю вам, да, чтобы стало понятно. Протрубили охоту на лис. Звуки смерти все звонче и звонче. И последу уже погнались королевские, лучшие, гончие. Закипает у гонщик кровь. И в аду заплясали черти. Жертва, тело свое приготовь и почувствуй дыхание смерти. Протрубили охоту на лис. Звуки и погоня все ближе и ближе. Я сказал себе, притворись, и рассвет ранним утром увижу. Поэтому не чтите рекомендацию. Надо быть предельно внимательным и контролировать каждое решение, которое ты делаешь. Слишком много контроля и мало прав. Ваша персона с завидной регулярностью в центре различных слухов и якобы достоверной информации о том, что Леонид Маркелов уходит. Вот очередная волна прокатилась сейчас. Так ли это? И как вы прокомментируете подобные рассуждения и якобы мотивированные подтвержденные информации? Слухи — это такое дело. Вы понимаете, в чем дело? С теми, кто их распространяет, я просто не общаюсь. И даже если я приму решение, мой руководитель, ну вряд ли те люди, которые на сайтах, в электронной сети, систематически всякие гадости распространяют, будут об этом знать. Это решение состоится без их мнения, без учета их мнения и желания. Понимаете? И как вы думаете, вот стал бы я заниматься такой тяжелой работой, как выбор, взвалить на себя вот эту ответственность за победу на выборах и вместе с другими депутатами добиться этой победы? Это же актский труд. Ну зачем, если я собрался уходить? Наверное, это не нелогично. Наоборот, мы сформировали профессиональную команду, мы победили на выборах и рассчитываем дальше продолжить долгую, так сказать, и ответственную работу. Минимум на пять лет, а то и больше. Поэтому никаких решений о своем уходе, о моем уходе на государственном уровне нет. Есть другое. Есть мое желание продолжить работу по главу Республики Парел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова